Прошедшее лето запомнилось жителям республики не только режимом самоизоляции. В конце июля на Карачаево-Черкесию обрушились сильнейшие дожди, сопровождаемые ураганными ветрами. В некоторых районах республики пострадали многоквартирные дома и социальные учреждения. Среди них и детский сад в ауле Эркинхалк. Тогда из-за осадков здесь начала протекать крыша. Пострадал потолок и стены внутри здания. В некоторые моменты приходилось подставлять ведра, чтобы сдержать потоки воды. Не мудрено, что старая мягкая кровля, которая не ремонтировалась более 10 лет, с такой нагрузкой не справилась. Благо местная администрация быстро отреагировала и кровлю решили заменить немедля. Благо детей не было в детском саду, все были на карантине, поэтому дети этого не увидели. И очень быстро отреагировала администрация наша. И сразу начали делать крышу ремонтной работы сразу буквально начали делать. И уже работы идут к концу. Новый материал стелят нам. И надеемся, что с крышей у нас больше проблем не будет. На данный момент полностью восстановлен парапет крыши, разрушенный во время стихии. Отремонтирована большая половина кровельного пирога. Произведена гидроизоляция. Стоит отметить, что при ремонте используются высокотехнологичные и прочные материалы, которые гарантируют увеличение срока эксплуатации новой кровли. Эти материалы, все, которые мы используем, это последние технологии данной отрасли, так как мы очень тщательно отслеживаем этот вопрос. Было произведено полное, 57% вырубки, просушки, прокатки старого кровельного пирога. Затем было обработано холодной мастикой, укладка старого кровельного пирога и проливка битумом. В дальнейшем мы использовали материал хавок гидроизол ПБК, полимерная резина. Новая крыша, в отличие от своей предшественницы, будет прочной и водостойкой. Подрядчики уверяют, что она прослужит не менее 20 лет. Полностью работы будут завершены к концу сентября. После укладки кровли в помещениях также будут устранены подтёки на потолках и стенах. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, РХС-24.